Всем привет друзья, с вами Илюха и сегодня у меня не совсем обычный выпуск. Дело в том, что я решил протестировать то, как работает технология SLI от NVIDIA в игре L2 BZS. Как утверждают сами разработчики еще в своем дневнике за номером 63, при использовании сдвоенных видеокарт, работающих по системе SLI или Crossfire, вы можете получить очень значительный прирост производительности. Именно этот аспект я и хотел проверить. Сразу хотелось бы отметить, что технология SLI работает далеко не во всех играх, но существует такая интересная утилита, как NVIDIA Inspector, благодаря которой вы можете заставить работать SLI даже в тех играх, где они официально не поддерживаются. Данная утилита работает на уровне драйверов, и чтобы работать с ней нужно обладать все же некоторой степенью компьютерной грамотности. Но в данном случае я ее не использовал, я просто решил проверить то, как работает SLI, так сказать, из коробки. Ничего не крутил, просто поставил в игре использование технологии и решил протестировать. Давайте посмотрим, что же получится. В качестве тестового стенда я использовал компьютер i7-6700, который был разогнан по шине до 4 и 4 ГГц, а также две видеокарты 1080Ti. Поскольку сама видеокарта избыточна для разрешения Full HD, я решил протестировать в двух разрешениях. Это Quad HD 2560 на 1440 пикселей и разрешение Ultra HD 3840 на 2160. Давайте посмотрим, ребята, что же получилось. Итак, разрешение Quad HD, все настройки на максимум, только извините, я забыл включить SSI и HDR, поэтому все тесты без них. Ну и что мы видим в этом разрешении? Потребление видеопамяти в режиме SLI чуть-чуть выше, также оно будет чуть-чуть выше в режиме 4К. Видеокарты в слайе загружены примерно на 60 с небольшим процентов. Если брать одиночный режим, то видеокарта практически всегда загружена полностью, 98-99 процентов. Ну а какова же разница с FPS, а ее практически нет никакой. Поскольку, ну как я считаю, видимо одной видеокарты для этого разрешения вполне достаточно, и, скажем, парная связка просто простаивает, не давая никакой, абсолютно никакой прибавки мощности. Дальше просто просмотрите буквально несколько секунд без моих комментариев, и потом мы перейдем к результатам 4К, где они оказались несколько иными. Ну что ж, переходим к разрешению Ultra HD, и в этом режиме слай как раз именно и решает. Потребление видеопамяти при этом разрешение в районе 6,8 гигабайт в режиме SLI, и обычная видеокарта кушает 6 гигабайт. А вот прибавка FPS очень существенная. Я насчитал, что прибавка FPS примерно в районе 60-65 процентов максимально, поскольку в таком разрешении действительно видеокарте уже очень тяжело, и вторая ее как раз выручает весьма и весьма неплохо. За что можно выразить большое спасибо разработчикам, которые пусть хоть в составе и небольшой команде, но все же уделили время и внимание настройке такого тонкого режима, которым пользуются далеко-далеко не все пользователи. Ну и какой можно сделать вывод, что SLI в этой игре в больших разрешениях все-таки работает, но хотелось бы указать на одно очень важное замечание. Все дело в том, что если вы играете в онлайн режиме на серверах, то ваш FPS будет зависеть далеко не от возможности вашего компьютера, а от степени загруженности сервера, поскольку если сервер в игре перегружен, допустим, то у вас может быть космический какой-то FPS, но вы в любом случае будете ощущать дропы, лаги, фризы и всякие другие прелести сетевой игры при перегруженном сервере. Обязательно это учитывайте. Поэтому мое мнение, в принципе, для BZS высокое разрешение очень важно, но оно важно в том контексте, что вы сможете намного раньше находить контакты и намного раньше распознавать их. В этом большое преимущество игры в больших разрешениях. А во всем остальном я не считаю чем-то это сверх важным, поскольку в любом случае я играю в онлайне и сталкиваюсь абсолютно с теми же проблемами, которые испытывают игроки на компьютерах с совсем другой конфигурацией. Ну а на этом у меня, ребята, все. Всем большое спасибо. С вами был Илюха. Пишите ваши отзывы в комментариях и увидимся в новых видеороликах. Всем удачи! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!